Величайшие бас-гитаристы в рок-музыке. Часть 2. По многочисленным просьбам вспоминаем незаслуженно забытых в прошлом видео бас-гитаристов. Еще раз напомню, что я не претендую на объективность, все упомянутые музыканты и исполнители были отмечены, потому что в каждом из них есть что-то свое, то есть мнение субъективное. Роджер Дэвид Блоуэр. Это уроженец Уэльса, отметился в нескольких знаменитых группах, среди прочих Deep Purple и Rainbow. Но начинал он в коллективе Episode 6, откуда был успешно переманен в Deep Purple. Роджер – творческая личность до мозга костей. Помимо бас-гитары он неплохо играет на клавишных инструментах, поет, занимается художественной фотографией, имеет свой сольный проект, в рамках которого уже записано несколько альбомов. Тони Левин. Любителям жанра запомнился участием в группе Кейн Кримсон, также гастролировал со сторонними группами и имеет собственный проект Тони Левин Бэн. Родоначальник, возможно, просто популяризатор техники игры на бас-гитаре, известный как Funky Fingers, когда ногтями ведущей руки слегка ударяешь по струнам, в то время, когда струны на грифе прижимаются не до конца. Получаются очень специфические и короткие басовые звуки. Многие музыканты последующего поколения используют эту технику в самых разных направлениях, и не только в рок-музыке. Тони Левин Бэн. Стив Дио Джорджио Музыкант-гастролер, который отметился во многих группах, причем размазанных, начиная от джаз-рока, дарт-фолл и заканчивая трэш-метал. Некоторых из них стоял у истока. Его мастерство владения инструментом отличает то, что он предпочитает безладовую бас-гитару. Есть подозрение, что Стив до этого играл на каких-то смычковых инструментах, потому что без серьезной музыкальной подготовки освоить безладовый инструмент, да еще так виртуозно играть на нем, при этом в металлических направлениях, это уникум. Гарри Ли Вайнри. Более известен под сценическим псевдонимом Ге Ди Ли. Несмотря на тяжелое детство, полное горе и зарочарований встал на путь творчества. Помимо мастерского владения бас-гитарой, играют на клавишных инструментах и обладают уникальным высоким, но при этом агрессивным бокалом. Согласно мировым чартам, признан лучшим бас-гитаристом всех времен, всех направлений. Стал примером для подражания последующим поколениям, среди которых был Клифф Бертон, Стив Харрис и прочие известные рок-музыканты. Продолжение следует... Продолжение следует... Фли из Red Hot Chili Peppers. На первый взгляд, фрик, торчок и клоун. Тем не менее, это не помешало стать практически единственным музыкантом в группе, который там играет с самого его основания. Несмотря на то, что в середине 80-х у него внезапно обнаружилась опиатная зависимость, не говоря уже о том, что идунуть он не дурак, на этой почве у него были постоянные конфликты с участниками группы. Но как ни крути, Фли как бас-гитарист не заменил. И ребятам из Red Hot Chili Peppers просто пришлось принять его таким, какой он есть. Ведь он один из лучших бас-гитаристов в этом жанре музыки. И он это знает. Конечно, это не все выдающиеся профи бас-гитары, и тут не все моменты в истории о них изложены. Но, как говорится, объять необъятную, впихнуть и впихаемое в одно, два или даже три видео невозможно. Поэтому заранее прошу прощения, если кого-то недослуженно обошли вниманием. Огромная просьба, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. С вами был канал История и Факт Рока. Редактор субтитров А.Семкин